Из-за аварии на Чернобыльской АЭС пострадали 21 район и 3 городских округа Брянщины. Это почти четверть населения области. Последний раз перечень загрязненных радиаций населенных пунктов уточняли в 1997 году, тогда как по российскому законодательству делать это нужно каждые 5 лет. Участники совещания сошлись во мнении, что пересмотр списка должен быть плавным, а обследование территорий комплексным. Мы не просто выводим из зон радиоактивного загрязнения, а эти зоны реабилитируем. То есть мы туда, даже те деньги, которые будут сниматься, они должны вкладываться в социальную инфраструктуру этих же населенных пунктов. Комплексное обследование загрязненных территорий уже началось. Созданная правительством рабочая группа изучает Юго-Запад области с радиационной, социальной и экономической точек зрения. До 1 июня эксперты побывают во всех поселениях, имеющих хоть какое-то отношение к Чернобылю. Обобщенные материалы и паспорта на каждый пункт с рекомендациями об изменении или сохранении его статуса поступят в МЧС России 15 июня этого года. Мы поддерживаем предложение МЧС России о том, что из перечня необходимо исключить населенные пункты, где сегодня по факту никто не проживает. По остальным необходимо искать решение, которое отвечало бы интересам жителей Юго-Западных районов области. Первые 20 сел и деревень, в которых фактически и юридически никто не проживает, эксперты уже обнаружили. Исключать из реестра загрязненных их можно в первую очередь. Один из таких населенных пунктов находится в Навлинском районе. Именно здесь участники совещания и встретились с местной общественностью. Главной темой стал вопрос охранения чернобыльских льгот. Население самого большого по площади района области расставаться с ними не готово. 312 тысяч человек, которые проживают на юго-западных районах и на районах, подвижившись традиционному загрязнению, которые получают вот эти социальные выплаты, им они должны их получать, им должно быть сохранено. 6 миллиардов рублей, которые идут на возмещение утраченного имущества, и мы видим, какие там коррупционные схемы разворачиваются, вот здесь должно быть ужесточено отношение власти к получению или сдаче имущества. Задачей номер один остается продление федеральной целевой программы по преодолению последствий радиационных аварий до 2020 года. Ее реализация поможет восстановить утраченную инфраструктуру, привлечь инвесторов и подтолкнуть некогда загрязненные территории к развитию. Светлана Дробкова, Александр Егоров, События, Брянск-Навле.